Приветствую вас! Свой ответ я разделю, наверное, на несколько частей. Значит, первая часть будет касаться ответа на ваш вопрос, что, как делать, чтобы забыть мужчину, не держать его в мыслях, убрать обиды, зависимости и прочее. А во второй части своему ответа я позволю себе немножечко поговорить о вас в целом и о том, как вы, например, задаете свой вопрос, как это у вас происходит и что вам лучше всего было бы делать, на мой взгляд. Итак, 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 значит, как забыть мужчину, пишите вы. Значит, у вас, я так понял, были отношения с молодым человеком, да, с мужчиной, вот. Эти отношения у вас закончились болезненно, в результате чего молодой человек от вас, как я понял, он, ну, либо ушел, либо вы от него ушли, потому что поняли, что, ну, что отношения ведут в никуда, вот. Но после этого у вас осталась некоторая зависимость, да, вы не можете до сих пор его забыть, вы не можете до сих пор ее, значит, вы не можете до сих пор избавиться от нее, от зависимости, то есть, вот. Значит, связана она с тем, что у вас есть определенные потребности, то есть, вот эти потребности, которые вы реализовывали бы свои потребности, которые вы реализовывали бы с ним, с мужчиной, я имею ввиду, у вас они, эти потребности были изначально, то есть, помимо отношений самих, вот, по себе, у вас еще были некоторые вот потребности, желания, которые и определили ваши позиции в данных отношениях. То есть, что это значит? Дело в том, что в отношениях вы уже вступали, значит, будучи зависимыми. В отношениях вы уже, значит, вы вступали, будучи нуждающихся, и на вопрос о том, в чем именно нуждающихся, я полагаю, можете ответить только вы. Ну, к сожалению, можете ответить только вы, в чем именно вы нуждались в контексте вот этих отношений. То есть, ситуация заключается в том, что ваша зависимость, обиды и так далее, связанные с определенными потребностями, которые вы хотели удовлетворить через мужчину, через отношения. И именно поэтому, по той причине, по этой причине, вы как раз-таки и, значит, испытываете сейчас, вот именно на данный момент, испытываете проблему. Какие это потребности? Какие это желания? Может быть, это какие-то страхи у вас? Может быть, это какое-то стремление удовлетворить свои некоторые желания? Может быть, как-то реализоваться? И так далее. Это нужно выяснять. Но до тех пор, пока это не определено и не выяснилось, что именно двигало вами быть в отношениях. И что выглядит вами сейчас, значит, в том направлении, чтобы вы по-преднему обижали мужчину, думали о нем и прочее. Прочее нужно определять. Следующий момент заключается в том, что, значит, у вас, как таковой, у вас есть любовь к мужчине? Вы его, вполне возможно, любили, я не буду говорить, что вы его не любили вообще и не любите, вот, вполне возможно, что вы его любили и любите, но, помимо, помимо любви, у вас присутствует и кое-что еще. А именно, именно, у вас присутствует, вот, собственно, это вот, потребность. То есть, обычно, 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 когда люди любят, обычно, когда человек любит, он желает другому того же самого, то есть, быть счастливым. Но в вашем случае, как я понял, вы хотите, чтобы мужчина был именно только с вами. А это значит, что, помимо, собственно, любви, то есть, помимо желания делать его, его, делать мужчину счастливым, у вас есть что-то еще для себя. И вот именно то, что для себя, и нужно выявить, чтобы то, что для себя вы удовлетворяли самостоятельно, не вступая в зависимость, как бы, от человека. Тем самым, порождая, те негативные моменты, о которых вы пишете. Далее. Значит, обиды. Обиды – это то, что задевает именно вас. Я поясню. Дело в том, что, если вам что-то обидно, если вам что-то неприятно, то, конечно, можно говорить о субъективной стороне вопроса. Может, человек хотел обидеть, не хотел обидеть, это уже детали, но так точно неприятно вам. Значит, дело в вашей реакции. То, как вы воспринимаете какие-то слова, какие-то поступки и так далее. Потому что, объективно, разных людей одни и те же слова, и поступки, ну, не обижают. То есть, здесь есть закономерность. И закономерность кроется именно в особенностях личностных человека. Поэтому, именно личностные особенности и определяют ваши обиды. И чтобы их убрать, нужно понять, как вы, как и почему вы, значит, позволили себе пререагировать на определенные действия именно так. Обидицы. Обиды – это всегда то, что задевает. Задевает нас в словах и в поступках другого человека. И вот, что вас задело? Почему вас задело? Вот об этом и нужно как следует подумать. Чтобы понять, что вас задело. И, во-первых, осознать, что вас задевает. А задевает, как правило, то, что человек в себе не принимает. Задевает то, что обычно, то, что человек пытается либо как-то отрицать, либо не замечает, либо то, что он считает в себе сомнительным. Ну, то есть, например, если женщина не уверена в том, что она, допустим, там, например, красивая, или женщина не уверена в своей привлекательности, например. То, соответственно, если ей говорят, что она непривлекательна, что она некрасивая, или если она видит подтверждение тому, что она непривлекательна и тому, что она некрасивая. Ну, в этом случае, объективно, ей будет неприятно, и она будет обижаться на того, кто ей это сказал. То есть, обиды в данном случае, это не что иное, как защитная реакция. Защитная реакция именно на вот подобные вещи, на подобные проявления и так далее. Но, являясь защитной реакцией, это не идет вам на пользу. В этот момент нужно понимать, что это защитная реакция, да. Но, являясь, опять же, являясь защитной реакцией, вам это на пользу не идет, потому что, обижаясь, вы не развиваетесь сами. Вы просто как бы бежите от проблемы, вы не позволяете себе на проблемы посмотреть, вы не позволяете себе посмотреть на то, что же вас все-таки обижает. И из-за этого у вас остается негативство. Потому что, ну, фактически человек легко может, например, вас обидеть, но при этом он этого может не хотеть совершенно. У него может не быть желание вас обязательно, при этом он все-таки это сделает. И в каком случае возникнет конфликт определенного рода, в таких случаях может возникнуть ситуация, когда у вас как бы будут разные роли в отношениях. То есть человек будет, ну, например, вести себя как, допустим, как взрослый, а вы будете вести себя как ребенка. Вот. Ну, это связано с тем, что человек меняет свою роль в отношениях. Вот. Но дело здесь даже не в этом, в том, что подобные роли всегда деструктивно сказываются на самих отношениях между людьми. Поэтому для того, чтобы быть в одной роли мужчинами, с партнерами и вообще с людьми, нужно понимать, что именно вас обижают. И как бы взяла оценивать, что обижает на нас то, что мы считаем своей сладостью. И, соответственно, чтобы это вот таковым не было, чтобы это не было с радостью, нужно либо это принять, то есть вот определенное положение, определенную ситуацию, которая с вами, например, происходит, да. Вот. Ее нужно либо принять вам, то есть вот, ну да, вот я, вот я такая, такая, какая я есть, да. И, соответственно, я именно такая, меня нужно принимать именно такой. Другой я не буду. Либо стараться что-то делать для того, чтобы ситуацию поменять немножечко в лучшую сторону. Что это значит? Значит, если вы обижаетесь на какие-то, ну, негативные аспекты, если вы обижаетесь на какие-то негативные, ну, на негативное освещение вас, то, соответственно, в этом случае вам нужно развиваться. В этом случае вам нужно развиваться, чтобы меньше было вот этих вот моментов, которые бы вас задевали. То есть обида – это как бы сигнал, сигнал о том, что вам где-то нужно себя подтянуть или где-то нужно себя принять. В зависимости от того, можете или нет, вы исправите то, что вас задевает. И, соответственно, если мне нужно подтянуть, то это скорее, скорее, ну, в большей степени, это когнитивная терапия, когнитивный подход. Если принять, то это немножко уже другой подход и другая, соответственно, другая, другой вид терапии, другой вид работы именно с человеком, с клиентом. Вот, значит, это вот была первая часть, значит, я бы хотел, чтобы вы немножечко резюмировали то, что я сказал. Значит, и мысли, и, собственно, потребности – это, по сути дела, значит, все наши желания, которые мы хотим реализовывать. И желания, любые желания, ну, они имеют право на жизнь, то есть, если они у вас есть, то их можно реализовывать. Другое дело, что не стоит этого делать с помощью человека конкретного. Это, да, это другой вопрос. Ну, то, что желание настойно, чтобы их реализовывать – это обназначение, обназначение. Далее. Обиды – это то, что, значит, сигнализирует о том, что вам нужно развиваться. Обиды – это то, что сигнализирует о том, что вам необходимо как-то вот двигаться вперед, как-то вот, значит, работать над собой в сторону того, чтобы либо вы, значит, становились лучше, прогрессировали, либо, чтобы вы учились принимать себя такой, какая вы есть. Это была первая часть, это была первая часть моего ответа, которая была посвящена именно вашему вопросу. Надеюсь, что я на них ответил. То есть, в принципе, в принципе, вы можете сами постараться, значит, свою проблему решить. Может быть, при наличии терпения, усидчивости у вас это сделать получится. Но, может быть, ситуация такая, что и не получится, и вот тогда обычно, как правило, значит, для решения таких проблем, как-то такие люди заказывают личные консультации и работают лично, приватно с психологом по данному вопросу. Потому что, если у вас было расставание с мужчиной, то это всегда травма, и травма называется проработка. И человек один, как правило, с этим справиться не может, в силу субъективности своего взгляда на ситуацию. Поэтому, что вы говорите, помогите, как забыть. Так вот, помощь заключается в том, чтобы вы работали лично с психологом по своей проблеме. Это помощь та, которая реально вам даст определенные изменения в вашей жизни. Еще я бы хотел сказать в рамках второй части своего ответа, что было бы лучше, если бы вы не задавали такой общий вопрос. Потому что общий вопрос продает общий ответ. Общий ответ не учитывает вашу индивидуальность. Общий ответ не учитывает вашу уникальность и специфику ситуации, в которой вы оказались. То есть, по сути дела, обезличивает вас и вашу проблему. А это не хорошо, если мы говорим о работе психолога с клиентом. Поэтому, вы можете либо задать еще один вопрос, либо дополнить этот вопрос своей подробной историей о том, как и что у вас происходило. Ну, или если не подробная история, то хотя бы такими вот основными фактами, которые есть в вашей жизни, которые были в вашей жизни, и основные такие вот серьезные моменты, которые вы считаете проблемами. То есть, и зависимость – это общее слово, и мысли – это общее слово, и обида – это общее слово. Но нужно конкретно ваша форма этого, чтобы уже было, с чем работать. Чтобы не было таких общих фраз, как я говорил в начале. Понимаете? Поэтому для реальной помощи вам требуется конкретизировать свой вопрос, и, соответственно, конкретизируя его, вы приближаетесь к решению своей проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!